В сфере здравоохранения предстоит большая работа, серьезные перспективы открываются и в области культуры. Как раз выделенные финансы СССР, дополнительно нам помогут отремонтировать наши лечебные учреждения по принципу бережливого производства, улучшить материально-техническую базу. Ну и сегодня те информационные технологии, которые присутствуют на территории Чувашьей Республики, будут более доступны. 53 автомобиля для 28 лечебных учреждений нам позволят увеличить доступность уже оказания медицинской помощи и на дому, и в выездные мероприятия. В этом году поступило в рамках национального проекта 18 мобильных перско-акушерских пунктов в комплексе. Если сегодня смотреть по геоинформационной системе Министерства здравоохранения Российской Федерации, мы всегда говорили, что шаговую доступность мы обеспечили. В рамках поддержки культуры будет выделено 500 миллионов финансовых средств на поддержку материально-технической базы. Туда войдут все муниципальные библиотеки, муниципальные архивы, культурно-досуговые учреждения, а также будут оснащены 100% образовательные учреждения дополнительного образования, которые находятся тоже в муниципальных образованиях. Всего у нас 44 школы. Детские школы искусств и художественные школы имеются. Они будут оснащены, обновлены, будут закуплены музыкальные инструменты, новое оборудование, ученическая мебель. Библиотеки пополнятся новыми книжными фондами. В два с половиной раза будет обновление книжных фондов, чего не было у нас в последнее время. Поэтому этот указ, конечно, сделает большой прорыв в сфере культуры. И максимально обновление материально-технической базы пройдет 85% учреждений культуры. Это поможет, конечно, в первую очередь улучшить условия наших учреждений культуры.